Логотипы карательного батальона Азов, символика бойцов Галичины, клавра, трезуб и все это на одежде, которая свободно продается в российских магазинах. Продукция бренда с говорящим названием «Свастом». Создатель украинский музыкант Арсений Климачев по совместительству неонацист, участник запрещенного в России правого сектора. Получается взгляды взглядами, а заработать в том числе и на российских покупателях не прочь. И зарабатывает, причем в крупных городах. Несколько бутиков в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Как такое вообще возможно, выясняла Варвара Невская. Музыкант, артист, общественный деятель, радикал, адепт нацистской идеологии, ярый русофоб. Арсений Климачев, который сам предпочитает представляться псевдонимом Белодуб, личность во всех отношениях разносторонняя. Вот он на концерте своей группы Сакира Перуна. Прямо со сцены, по традиции, украшенной радикальным черным флагом с трезубцем, требует крови. Естественно, российской. В перерывах между призывами бороться с Россией и восхвалением украинских нацистов, например, Голицынской дивизии СС, Белодуб управляет своим собственным брендом одежды с говорящим названием «Свастон». Это важно, и вернемся к этому чуть позже. А сейчас для полноты картины видео, где Арсений на съезде украинского национального корпуса зачитывает доклад печально известного движения Дмитрия Яроша, запрещенного в России за экстремистскую деятельность. Создатели ролика Белодуба в титре именуют Безмалова одним из лидеров правого сектора. Во время Майдана, после этого он резко переметнулся и стал поддерживать правый сектор во время выборов на Украине. Когда он понял, что правый сектор тоже не прошел в Верховную Раду и, собственно, теряет свою популярность, он мгновенно переключился в поддержку АЗО, запрещенного в России. И, фактически, организации, которые сегодня уже на Украине присутствуют не только как нацистское движение, националистическое, уже не только как военные подразделения, но и претендуют на свою роль в гражданской политике Украины. А Арсений, в свою очередь, ко всему прочему, претендует на роль трендсеттера в мире молодежной моды. И, несмотря на очевидную, судя как минимум по текстам его песен, русофобию, и активную, судя по его регулярным заявлениям, поддержку военных действий на Донбассе, одежда его марки официально продается, где бы вы думали, в России. В разделе «Партнеры» на сайте бренда указаны целых пять ритейлеров. В один из магазинов недалеко от Цветного бульвара для начала заходим без камеры. Продавец-консультант, она же владелица бутика, охотно отвечает на вопросы. Про бренд знает, про биографию владельца ничего не слышала. Да и зачем ей это? Если бы он был против русских, они бы не продавались в России. Ну, да, я считаю, что интересные вещи, интересные картинки, а там уже личные какие-то терки. Я, честно говоря, вот в эти все войны, это всё такое политическая грязь это вся. Я как общалась с украинцами раньше, как я общаюсь? Среди продукции бренда футболки и толстовки с принтами, повторяющими нацистскую свастику, изменённую эмблему СС, кельтский крест и калаврат. Часть денег с продаж, по признаниям Белодуба, переводятся в пользу военных батальонов, убивающих мирное население на Донбассе. А также на счета радикальных украинских организаций. Попытка зайти в магазин, реализующий этот сомнительный товар, уже с камерой обречена на провал. А в ответ тишина. И спустя 20 минут, и даже через 2 часа. Что же произошло на самом деле, разобраться сразу не получится. То ли затянувшийся на несколько часов обеденный перерыв, то ли владельцы торговой точки наконец-то открыли новостные ленты. Но магазин, который ещё с утра работал, внезапно закрылся прямо в разгаре рабочего дня. К слову, в пресс-релизе бренда «Свастон» никакой русофобии. Скорее всего, покупая вещь, обладатели обновки даже не знают, какие именно движения поддерживают, отдавая деньги за приглянувшийся свитшот. Похожие ситуации случались и раньше. В 2014 году на российских рынках продавались шевроны карательных батальонов «Азов» и «Айдар». Это, безусловно, возмутительная ситуация. Это всё равно, что, скажем, в годы Великой Отечественной войны нам «Святон» бульваре продавали бы фашистскую форму. Это нам представить тяжело, что наши враги, наши противники довольно вольготно чувствуют себя на территории Российской Федерации. Это воспринимается как должно. Я думаю, что наши толианты зашкаливаются. Пора уже определиться, кто свой, кто чужой, и к чужим врагам применять соответствующие меры. В частности, и эта фирма, и подобные фирмы должны подвергнуться санкциям. Подобные санкции активно используются в Европе. Например, в Германии и Чехии на протяжении нескольких лет был запрещен бренд «Торштайнер». Немецкая фирма не просто выпускала одежду с гитлеровскими лозунгами и соответствующей символикой, но и открыто поддерживала граждан, сидящих в германских тюрьмах за преступления, совершенные на почве национальной ненависти. Пользователи соцсетей предлагают правительству в ближайшем времени применить европейский опыт в отношении бренда «Белодуба». Варвара Невская, Дмитрий Щербаков, Кирилл Пузырный, Аксинья Мартова. Вести.